Всем привет, ребята! Этим летом главным инфоповодом на футбольном ютубе стал переход Сашки Коваля из замкалов Тудрос. 10 трансферов, которые потрясли мир. Уже несколько миллионов просмотров блогеры на этом сделали, и несмотря на то, что переход этот состоялся еще в конце июня, по-моему, продолжают собирать. Вот на этой неделе Димка Егоров выпустил видос о первой встрече Коваля с Сипсканой, и 250 тысяч там собрал уже. Нет? Понял. Потому что я русский. Поэтому мы с вами действуем очень просто. Собираем под этим роликом 20 тысяч лайков, и я снимаю новый видос о том, чем отличался пердеж Сани Коваля в Амкале от его пердежа сейчас, когда он играет за Тудроц. Давайте, погнали. Ну и пока блогеры снимают видосы про Коваля, реакции на видосы про Коваля, реакции на реакции на видосы про Коваля. Я вам сейчас покажу, как офигенно высосать из пальца тему для ролика буквально на основе 30 секунд видоса. Вот этих вот 30 секунд. Иваныч, тебе компенсацию должны дать, как первому тренеру за переход, за трансфер. 15% проси, озолотишься. А ты стоишь тут все улыбаешься, мог бы заработать уже давно. Это не ко мне вопрос. Там как, не ко мне, вон к Саньку, обратись в РФС. Где Герман? Герман, деньги отдай! А нет, это наоборот должны. Александр, нет? Понял. Потому что я русский. Да, потому что... Все украинцы такие, видишь? Или украинцы, как правильно, я не знаю. Ты не смей. По национальному признаку просто не здоровый человек, понимаешь? Всего 30 секунд. А встреча Сибыча и Коваля вообще длилась секунды 3, наверное. Но ничего, мы из этого сейчас сделаем видос. Я попросил разобрать этот отрезок двух людей, которые изучают язык жеста. Психолога и коуча Артема Поршукова. И психолога и педагога по технике речи и постановке голоса Настю Саворенко. Важно понимать, что оба они совершенно не знакомы с нашей YouTube-движухой. Понятия не имеют, кто такие Саша Коваль, Андрей Сибскана, Денис Иванович Зубко. Видят их вообще впервые. И будут делать выводы, основываясь исключительно на их ужимках, жестикуляциях и жестах. Теперь погнали к языку жестов от Артема и Настя. Доброго времени суток, с вами Артем Поршуков. В этом небольшом видео мы разберем микровыражение некоторых людей из вот этого видео. Ролик небольшой и весьма непросто выделить нужную нам информацию, но мы попробуем. Микровыражение – это короткое, непроизвольное выражение лица, появляющееся на лице человека, пытающего скрыть или подавить эмоцию. Микровыражения не поддаются сознательному контролю, то есть появляются независимо от желания человека. Микровыражения нужны нам, чтобы лучше понимать друг друга и иметь возможность невербально, несловесно доносить свои мысли и желания, и идеи окружающим. Сразу скажу, что я не представляю, кто в этом видео и каком контекст видео. Это будет некий эксперимент, в котором я, как незнакомый человек с теми людьми, попытаюсь по микровыражениям распознать царящую там обстановку в момент съемки этого видео. Начало видео. Мы видим, как Александр, парень в белой форме, и Денис Иванович, мужчина в черной бейсболке, стоят друг возле друга в дружеских классических позах. Парень держит руки за спиной. Это поза того, что он что-то скрывает. Что-то скрывает, Коваль. Иваныч, тебе компенсацию должны дать, как первому тренеру за переход, за трансфер. 15% проси, озолотишься. Что я могу сказать о человеке в белом? Простите, пожалуйста, я не знаю, как их зовут. То, что молодой человек достаточно скромный, воспитанный. Воспитанный. И из-за того, что он руки держит сзади, я понимаю, что это удобно, и, возможно, это связано с профессией. Но это говорит о том, что человек любит находиться в большой шумной компании среди таких альфа-самцов. А сам пока он не всегда готов взять на себя инициативу. Не могу называть его душой компанией. Ну, звучит прям идеально. Подходит вообще. Перешел куда надо, чувак. Судя по всему, как он держится перед камерой. Ну, он любит это внимание. Он, да, я здесь, я с вами, но я помолчу. Ну, а я помолчу. До поры до времени. Потом скажу, когда поздно уже будет. А пока помолчу. Но так как мы все обычно что-то скрываем, это обычная нормальная поза в социальном кругу. Ноги он держит широко, что свидетельствует об его уверенности. Лицо выражает почти счастье. Конечно, счастье выражает, чувак. В Тудроц перешел. Кто бы не был счастлив. Когда оператор окликает их, они оба напрягаются и начинают вести себя вымученно любезно. Под дружеской улыбкой можно увидеть напряжение от видеосъемки и легкий стыд от поднятой оператором темы разговора. Однако оба, и Александр, и Денис ведут себя заодно. Как будто бы их объединяет что-то общее. Опа! А что общее объединяет Коваля и Иваныча? Может быть, Ковалль переманивает Иваныча в Тудроц? А? Как будто бы они участвуют в чем-то совместном, известном своими подробностями только для них обоих. Обратите внимание, их действия синхронные. Они поворачиваются одинаково. То в одну, то в другую сторону. Они улыбаются одновременно. Они как будто бы синхронизированы между собой. И действуют слаженно. По большей степени улыбки у обоих не особо искреннее. Ну как вам? Иваныч и Ковалль действуют слаженно. Скорее защитные. С желанием спрятаться. С желанием скрыть чувства за фасадом улыбки и добродушия. Хотя это тоже вполне сейчас нормальное дело в нашем современном мире. Александр скрывает презрение к оператору. Денис переходит от печали к презрению к оператору. Денис слегка как бы скалится. Ну все ненавидят Егора. Это понятно. Это конечно. Он достал уже со своей камеры и ко всем все время подходит. Но в целом Денис не испытывает вражды к оператору. Скорее выражает несогласие и презрение по отношению к той теме, которую затрагивает оператор. Ну тут кстати да, сто процентов так, потому что Иваныч вообще не любит всякие вот эти вот разговоры. Иваныч просто про футбик любит. Он такой искренний, хороший мужик. Это я уже не на основе жестов, а на основе своего знакомства с Иванычем говорю. Сто процентов ему кстати вот всегда неприятно во всяких таких движухах участвовать. Александр старается выскользнуть из кадра, чтобы спрятать себя. Александр прячет стеснение, робость за радостью и добродушием. Также проскакивает легкое презрение. Далее когда в кадре появляется Андрей, поведение Александра и Дениса меняется. Александр все чаще и чаще выражает презрение, гнев, стыд и даже легкий страх при виде Андрея. Денис ведет себя сдержанно, вежливо и в итоге отворачивается от камеры. Андрей появляется в кадре с презрительной улыбкой и легкой сдержанной агрессией. Возможно она направлена конкретно к Александру. Ха-ха-ха, наверняка. Когда Александр и Андрей в одном кадре, можно увидеть ярко выраженное презрение у обоих и гнев. И отвращение. Ну гениальное попадание вообще мне кажется. Все как есть. Дальше у Александра видно обиду. А здесь у Андрея отвращение, разочарование и печаль. Дальше презрение, тоска, обида, отвращение. А теперь грусть, печаль. Обратите внимание, верхние веки слегка опущены. Дальний край века опущен больше, чем ближний. Кончики губ опущены вниз. Линия бровей идет почти параллельно линии века и кончика губ. Здесь мы видим, что он пожимает одним плечом. Это не натуральное удивление. Ну а здесь мы видим обиду, непонимание, разочарование, досаду, тоску. А на этом все. Предлагаю вам ознакомиться с оригиналом видео и сделать свои собственные выводы. Такой огромный спектр, конечно, эмоций показал Сибыч за вот буквально такой короткий промежуток времени. Штук 10, наверное, различных. Очень разносторонний чувак Андрей Сибсканов. Большое спасибо Насте и Артему. Ссылочки на их соцсети я, естественно, оставил в описании. Обязательно загляните к ним, посмотрите, чем они занимаются. Ребята профессионалы, понимают, о чем говорят. И вас, может быть, даже чему-нибудь научат. Ну и, конечно, пишите, как вам этот шедевральный видос. Не забывайте, пожалуйста, о том, что 20 тысяч лайков. Мы разберем пердеж Коваля, сравним пердеж времен Амкала с пердежом сейчас, времен Тудрот. Ваши какие-нибудь идеи для новых видосов тоже обязательно накидывайте. Вот такого формата. Отлично. Спасибо, что посмотрели. Обязательно увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok